Уважаемые дамы и господа, в наш эфир продолжает программа, авторская программа Нины Бастет, которая называется «Неочевидная, но вероятная». И не поверите, у нас в гостях автор этой программы Нина Бастет. Ниночка, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я сначала объявлю тему передачи, ну а потом отключусь на минуточку от этого. Тема у нас сегодня очень интересная, мы будем разговаривать про сны и сновидения, поэтому я надеюсь, что мы сможем провести очень интересную передачу. Будем объяснять сны? Ну, немножко, но не будем отвечать на вопросы, потому что я не трактовальщик снов. Я имею в виду по снам, по трактовке снов не будем, да. По трактовке снов нет, потому что я этим не занимаюсь. Но до начала передачи первой я хочу, как всегда, сказать благодарность высшим силам и моей богине Бастет за ее поддержку, за то, что они посылают через меня вам исцеление и хорошую энергию, любовь и счастье. Поэтому подключайтесь, слушайте передачу, расслабляйтесь, расширяйте свое сознание и исцеляйтесь. И до того, как я перейду к главной теме, я бы хотела как бы ответить на вопрос, который получила от своей радиослушательницы, своей подруги. И для этого я хотела бы напомнить о том, для чего я веду эту передачу. Я всегда это говорю, наверное, может, не всегда, о том, что эта передача не сделана для того, чтобы вам, вас убедить в том-то, в чем я говорю. Самое главное, для чего мы ведем эту передачу, для того, чтобы радиослушатели смогли расширить свое сознание. Что это значит? Чтобы вы начали сомневаться во всем, что вы знаете. Вот во всем. И когда вы начнете сомневаться в этом, вы немножко откройте сознание и поймете, что, может быть, все мои верования, убеждения, взгляды на религию, на политику, на наше общество, может быть, действительно, как говорят, это все иллюзия, может быть, не стоит спорить по поводу, кто хороший, кто плохой, какая религия правильная, какая неправильная, какой пророк сказал правильно, а какой пророк неправильно. Потому что во время своей передачи я часто употребляю высказывания каких-то великих людей, учителей, посланных нам Богом. Это может быть Иисус Христос, и Моисей, и Будда. Я еврейка по национальности, но я не принадлежу никакой конфессии. И делая эти передачи, я очень надеюсь, что, расширив свое сознание, вы поймете, что мы все одно. И просто душа сегодня в этой жизни, ваша душа, выбрала прийти в этот мир, принадлежащий какому-то цвету кожи, имеющий именно там белый или черный цвет кожи, или желтый, какую-то специальную, именно специальную национальность, какую-то принадлежащую специфической конфессии. Это не значит, что мы пришли для того, чтобы спорить друг с другом, или ругаться, или войны вести. Я считаю, что наоборот, мы пришли для того, чтобы именно понять, что мы все одни. Мы все происходим от одного Бога. И именно поняв это, мы сможем правильно относиться друг к другу, любить друг друга, поменять свое правительство, поменять не только себя, но и то, что нам не нравится в жизни, то, что нам не нравится в нашем обществе. Но мы не сможем это сделать, просто сидя и споря об этом, друг с другом, ругаясь друг с другом. Мы же знаем, сколько во время из-за гражданских войн, сколько семей друг с другом ругается, да? Это никому не пригносит никакого счастья. Поэтому я просто призываю людей, которые слушают мою передачу, не зацикливаться, чье высказывание я сказала, Иисуса Христа или Ребе какого-то. Я просто говорю те высказывания, которые считаю правильными. Это не значит, что вы можете считать правильными, но я считаю, что вообще все люди в любой религии, они все очень мудрые. Все, что они изучают, они изучают очень мудрые вещи. И нам было это все сказано и преднесено. Просто те люди, которые уже занимаются духовными практиками, духовным ростом, они знают то, о чем я вам сейчас все говорю. Им не нужно это доказывать. А наша передача создана для обычных людей, для тех людей, которые еще не пришли к пониманию того. И я могу призывать вас сто раз мне поверить, но кто я такая, чтобы верить мне? Или если мы в течение вот этих, сколько, пяти или семи лет не верили ни одному великому учителю, который послал Бог, послал нам Бог, да? Мы ни Иисусу Христу не верили, ни Моисею мы всегда с ним спорили, да, когда в пустыне шли. Мы все время со всеми спорили и никому не верили. Но сегодня, сегодня, почему такое количество людей ведет такие передачи, как я? Почему такое количество просветителей пришло в народ и рассказывает им об этом всем? Потому что, мы уже тоже говорили об этом, мир изменился, ослабло земное притяжение Земли. А ведь земное притяжение Земли, это то, как бы, знаешь, как оно нас блокирует. Оно немножко ослабло, у людей открывается сознание. Повысились вибрации Земли, то есть повысились вибрации и нашего населения. И еще много всего произошло, то, о чем мы уже много раз говорили. И все это приводит к тому, что сознание людей открывается и меняется. Поэтому я надеюсь, что наша передача внесет свой вклад в это, в развитие нового человеческого сознания. И очень надеюсь, что, слушая мою передачу, хотя бы часть из вас хоть немножко приоткроет свое сознание и снимет те шоры с глаз, которые навязаны нам обществом, взглядами, и будет готова принять единство всего на этой планете. Единство всего не только на этой планете, но и во всех вселенных. И только тогда, когда мы изменим себя, мы сможем поменять мир вокруг нас. А до этого времени, ну что же, будем принимать мир таким, какой он есть, пытаться не осуждать, дарить друг другу любовь. Будем учиться. И будем учиться, да. Обязательно. И поэтому я вас призываю, вот слушайте мою передачу, слушайте тысячи и тысячи сегодня на интернете других передач, открывающих сознание. Не осуждайте, а пытайтесь вникнуть в то, что люди говорят. Не обязательно принимать то, что вы слышите, но просто подумайте, а вдруг какая-то часть из этого не очевидна, но все-таки вероятна. Ну и плюс всегда есть, найдутся скептики, которые изначально к этому отнесутся неправильно. Поэтому не будьте этими скептиками. Действительно, послушайте, а вдруг чего-нибудь интересного и узнаете, и откройте для себя. Да, потому что мы даже не все темы ведь мы ведем. То есть вот у нас была тема про любовь, там про добро и зло. Эти темы не относятся к разряду неочевидных. Это были совершенно очевидные факты, которые действительно мы рассказывали просто для общего развития людей. Поэтому любите друг друга так же, как мы вас любим. И слушайте, присоединяйтесь и получайте удовольствие. А теперь? А теперь тема сны и сновидения. И что же такое сны и сновидения? Наверное, каждый человек, ведь каждый человек, представляете, каждый человек каждую ночь снит, спит и видит сон. Мы, может быть, думаем, что мы не каждую ночь видим сон, но каждый из нас их видел. И все равно не можем объяснить, что это такое. То есть каждую ночь засыпаем и попадаем в один из самых загадочных миров. И мир этот мир сновидений. И даже сегодня, когда наука уже открыла такие обалденные вещи, и мы уже летаем в космос, и у нас компьютер величиной уже, я не знаю, с телефона, да? И тем не менее мы не можем объяснить собственные сны. Ведь ученые тоже спят и тоже видят сны. И объяснить они все равно это не могут. Причем я хочу немножко внести ясность. Мы не то, что мы... То есть никто сейчас не говорит о том, что этот сон значит. Мы говорим о том, вообще, что такое сон, что такое сновидение. Мы подойдем к этому вопросу с двух разных позиций. Сначала, первую часть передачи, я буду рассказывать о том, как видят это ученые, скептики. Те, которые не верят ни в душу, ни во что. Именно прагматики и скептики. Ни в бога, ни в черта. Ни в бога, ни в черта, да. До тех пор, пока петух не клюнет. Да, да, да. А вот потом вторую часть передачи мы будем говорить немножко о более таких духовных вещах. И то, как к этому относятся немножко, ну, по-другому, да? Можно отнестись. Конечно. Знаем ли мы, что даже в плове, в плод, в чреве матери видит сон? Ну, вот зачем нам нужны сновидения? Как расшифровать их тайный смысл? Можно ли управлять с нами? Сотни лет люди пытаются понять, что же с нами происходит во сне. Еще с начала 19 века исследуют, исследуют сны. И тем не менее, все равно не могут этого понять. Кстати, есть новая, совершенно новая, самая молодая наука, одна из самых молодых наук. Она называется сомнология. Это вот именно когда, по изучению снов. Но, тем не менее, как бы ни относились ученые, о чем бы мы сейчас об этом ни сказали, тем не менее, известны много, много, очень много, нескончаемое количество фактов о том, что сны приходили, и творческие сны, и идеи, и сны информации, и о пророческих снах. Я перечислю всего несколько. Менделеев открыл таблицу Менделеева. Он не открыл. Он, вот, то, как она выложена, ему пришло во сне. Генри Шлиман, он показал точное местонахождение Трои. Это об этом я еще раз больше скажу. Вагнер услышал Тристана Изольду во сне и записал ее утром. Ну, о том, что Сальвадор Дали писал свои картины со сна, и у него была специальная техника, как их запоминать, это все, наверное, знают. Да, конечно. Такое придумать просто невозможно, да? Авраам Линкольн увидел сон о своей смерти за 10 дней до смерти. Ломоносов увидел смерть отца. Фридрик Хекхеле увидел формулу бензола, которую он увидел, как змею, кусающую сама себе хвост. Швейную машинку и то во сне увидели. О, Господи. И шариковую ручку, которую мы пишем, тоже увидели во сне, до того, как ее изобрели. Не знаю кто, не помню. Вернее, не знаю, могу сказать. И вот сны используют, изучают с начала 19 века. Есть несколько гипотез. Опять же, мы говорим сейчас, первую часть программы, о научных гипотезах. То есть, первая, сначала, самая первая гипотеза, люди думали о том, что мы видим сны и спин для отдыха мозга. Но когда ученые смогли зарегистрировать активность, нашли нейроны в головном мозге и смогли зарегистрировать их активность, тут же эта гипотеза отпала. Почему? Потому что нейроны – это такие проводники электрических импульсов. Это специальные клетки, которые контролируют деятельность всего организма и реагируют на все, что мы видим во время бодрствования. И когда они начали исследовать их во время сна, они увидели, что нейроны совершенно не затихают. Ночью они еще более активны, чем днем. Сначала думали о том, что, окей, значит, люди вот и видят сны, и вот это вот они как бы картинки наблюдают. Но потом эта теория тоже распалась, потому что, наблюдая за точным движением взгляда во время сна, они увидели, что не так реагируют. То есть, как бы это не наблюдение за картинками во сне, то есть, что-то другое происходит во сне. То есть, чем заняты нейроны ночью, когда мы не получаем никаких сигналов, потому что мы почти не получаем сигналов. У нас мозг имеется такой, как тумблер, который выключает и не дает сигналам снаружи заходить в мозг для того, чтобы мы могли как бы спать и получать то, что мы должны получать во сне. Об этом мы придем дальше. То есть, это химический порог той информации, которая может прийти снаружи во внутрь головного мозга. И, тем не менее, эта блокировка не выключает нейроны, они все равно работают и дают, и происходит что-то. Ученые по-разному к этому относятся. Например, одна из гипотез говорит о том, что сон, это во время сна происходит анализ внутренних органов организма. И наши, особенно это, кстати, были российские ученые, которые проводили эксперименты, доказывающие это, что нейроны переключаются из наблюдения то, что происходит от органов чувств снаружи, на как бы проработку внутренних органов. Они подключали, начинали действовать там на определенные органы и видели, что конкретный нейрон, который там за что-то отвечал днем, переключается, вот ровно реагирует на вот эти реакции, там, если они на печень действовали или там на желудок. То есть, тем не менее, и вот это, что они реагируют на, сканируют наш внутренний организм. Но, тем не менее, вот эти барьеры, которые у нас есть и прикрывают нам, не дают сигналам извне поступать, тем не менее, все-таки есть очень сильные сигналы, это считают ученые, что очень сильные сигналы, которые все-таки поступают, и именно на это реагирует наш мозг, и на это реагируем мы во сне, и это то, что мы видим сон. Но вот интересно, а тогда как наш мозг решает, какой сон видеть? И почему он выбирает там из того, что произошло днем, и соединяет это в какую-то непонятную информацию, и почему он просто не может там нам что-то другое показать, да? То есть, кто это контролирует, если мы спим, да? И вот, несмотря на все вот эти вот, то, что ученые не верят в предсказания, в сны, которые действительно пророческие, в ходе истории случались очень много, очень много людям снов приснилось, да, которые изменили ход истории человеческих судеб. В 1812 году, во время войны с Наполеоном, маршал французской армии, принц Евгений Багарне, это вице-президент Италии, они во время взятия Москвы расположились лагерем возле одного монастыря, и во время ночи ему приснился сон, ему приснился старец в черной одежде, который пришел и сказал ему, если ты сохранишь монастырь и церковь от разорения, то никакая беда не сможет тебя отдалеть, и ты вернешься домой целым и невредимым. Он утром собрал всех солдат и сказал о том, чтобы никто не трогал, не входил в монастырь. Когда, ну сам пошел в церковь и был очень удивлен, когда увидел гробницу, где лежал вот точно такой старец, как он видел во сне, это оказался святой Салва, основатель этого монастыря. Багарне участвовал во всех сражениях Наполеона, остался цел и невредим, вернулся домой, и даже после падения Наполеона, несмотря на то, что очень многие маршалы погибли, он остался цел и невредим, то есть пророчество сбылось. Но он сделал то, что ему сказали, правильно? Ну да, конечно. Но ученых это не убеждает. Ученые все равно говорят, что нет, это все не так, все это придумки, и люди придумывают сны. Но сны видят абсолютно все, если это никто не сомневается, даже те, кто думает, что их не видят, они просто их не помнят. А почему они не помнят? Потому что наша фаза сна разделяется на несколько фаз. И каждая из фазы длятся полтора часа. Ученые называют это быстрая фаза и медленная фаза. Сначала они увидели не только по работе головного мозга, но и по движению глаз. И сны снятся, как считают ученые, именно в быструю фазу. То есть зависит от того, в какой фазе человека разбудили, или он проснулся, будет он помнить сон, или ему будет казаться, что он ничего не видел. То есть если человека разбудить в медленной фазе, он будет думать, что ему ничего не снилось. То есть если так посчитать, каждые полтора часа, каждая фаза, которая убыстряется и становится намного сильнее с приближением утра, то есть самые сильные сны мы видим к утру, то мы в принципе видим пять снов в день, в ночь. Четыре-пять снов в ночь мы можем увидеть. И если мы проснулись во время быстрого сна, то мы запомним этот сон. Другая версия о том, что мы видим сны всего два раза за ночь, это в тот момент, когда мы как бы в полудреме. То есть это когда мы усыпаем или когда мы просыпаемся. То есть наш головной мозг переходит на другие волновые движения, то есть вот почти как медитативные. И тогда мы видим сон. То есть для меня я точно знаю, что это не так. Да и действительно самые... Очень часто, например, я лично получаю информацию во сне утром, действительно это так. Но я очень часто просыпалась ночью и знала, что... То есть сны снятся в течение ночи 100%. Поэтому это точно не только утром и только вечером. Это также и в течение ночи. То есть не знаю. Советский ученый Василий Николаевич Касаткин, он был психоневролог, он исследовал сны в течение 30 лет. Он их коллекционировал и собирал к ним объяснения. Вот он считал, что сны предупреждают нас о наступлении болезни. Задолго до того, как симптомы еще появляются. Очень интересная теория, потому что действительно может помочь, ну, работая с другими методами лечения, да, может помочь в диагностике. Например, то есть он считал, что сны несут очень важную информацию о том, что с нами происходит с организмом сейчас. То есть не только с эмоциональной и психологической жизнью, о чем мы скажем позже, а именно на физическом уровне. Например, он считал, что при заболевании органов дыхания человеку могут сниться сцены у души, а при заболевании органов пищеварения испорченные продукты. Но самое интересное, что вот ученые нашли, раковые болезни, которые... То есть раковые больные, которые проходят вот химиотерапию, да, те, которые видят сны или которые запоминают сны и серьезно относятся к своему телу, да, то есть они достаточно соединены со своим телом и сны видят и помнят, то они видят сны, которые показывают улучшение или ухудшение состояния еще до того, как это возможно найти на мониторе. То есть в принципе, если следовать этому, то врач, который назначает лекарства, химиотерапию, может или уменьшить дозу, или увеличить дозу еще до того, как на мониторе это показывают, потому что организм уже знает и дает сигнал о том, что это нужно. То есть, естественно, сны не должны становиться просто диагностическим инструментом, но помочь в диагностике, наверное, могут. То есть посмотреть более полно на проблему, да. Но все ученые сходятся в одном. Анализ сновидений может облегчить нашу жизнь. Мы знали, и я уверена, что почти все слышали, да, о том, что психология использует сновидения очень-очень давно, уже, наверное, сколько, больше ста лет, да. И одним из первых психологов, который использовал сны для анализа психики человека, был Фрейд. То есть он считал, что большинство сновидений это вытесненные из сознания желания. Но у Фрейда была одна фишка, мы знаем, да, что он всегда считал, что они имеют всегда сексуальный контекст. Да. То есть, в принципе, у него была очень важная теория, которая, ну, проблема в том, что он принял часть за целое, то есть, да, очень часто, наверное, это имеет сексуальный подтекст, но не всегда. А вот Карл Густав Юнг, кстати, именно вот из-за того, что из этой концепции, они же ведь поссорились с Фрейдом, именно из-за того, что Фрейд считал, вот это оно есть, и так есть, и менять мы больше ничего не будем. А Юнг считал, что сны помогают раскрыть особенности нашей личности, которые скрыты от реальности. То есть, он привел, он, вот мне кажется, что Юнг был очень близок, очень близок именно к тому, что раскрывают действительно сны, потому что он сказал, да, что у нас есть общественное бессознательное, это то, откуда мы берем сны, и то, как мы их видим. То есть он, то есть и Юнг, и Фрейд помогали своим клиентам, ну, люди, которые работали со своей, делая психоанализы, для того, чтобы найти самого себя через анализ их снов. Ну, тоже такая же, как всегда, это не так просто, потому что у каждого свои ассоциации, и только сам человек может понять значение сна. И потому что для каждого человека анализ будет по-разному, то есть для кого-то опасность воспринимается во сне, как, например, волк, а для кого-то, как не смешно, это может, например, как какая-то обычная там поле, красивое поле ромашковое, например, потому что его с детства покусала там собака. То есть информация во сне может принести там, например, или это страх, или это радость, просто потому что человек в прошлой жизни Именно так что-то повлияло на прошлую жизнь. Поэтому сны несут очень много информации, к ним нужно относиться серьезно. Пытаться запоминать, особенно повторяющиеся сны очень важны. То есть если, например, вам все время повторяется один и тот же сон, вы должны очень внимательно попробовать его проанализировать и решить, что несет этот сон, что он не пытается сказать. Ну и так как вторая наша часть будет уже про более духовную часть, мы, наверное, пойдем на перерывчик. А потом будем говорить и будем брать вопросы. Опять же, пожалуйста, вопросы не нужно спрашивать нас, если вам приснилось трактовать сны, я не смогу их протрактовать, потому что я объясню почему. Но, пожалуйста, мы откроем эфир после перерыва. Обязательно, да. Оставайтесь с нами, мы обязательно вернемся и, конечно же, раскроем эту тему еще глубже и еще лучше. Продолжение следует... Если у вас появятся какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, набирайте номер телефона, давайте будем общаться. А пока, Нин, прошу. Да, вначале я хотела до того, как вернуться к нашей передаче, объявить еще раз, что встреча клуба, женского клуба «Я богиня» состоится следующий понедельник, 25 февраля, в помещении Круга. И мы будем проводить медитацию прощения. Прощение, как ни банально это звучит, но это очень-очень важный и самый первый шаг в принятии себя, шаг к счастью, шаг к любви к себе. И хоть вроде бы мы прощаем других, но там же мы прощаем себя. Поэтому я как бы буду учить эту медитацию, потом вы можете это использовать дома. И я приглашаю женщин, да в принципе и мужчин, наверное, могут прийти на эту медитацию 25 февраля, следующий понедельник в 7 часов вечера. Несмотря на то, что это женский клуб, эта встреча открыта для всех. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Вы можете мне прислать смс с вопросами или с вашим, о том, что вы хотите прийти. Мой телефон 224-688-0155. 224-688-0155. Итак, вернемся обратно к нашей теме. А тема сегодня интересная, это сны и сновидения. Ну, коль скоро мы заговорили о снах и сновидениях, вот мы знаем все, что есть такая пословица. Утро вечера мудренее. Это о чем? Правильно? Это правда? Вы знаете, вот для меня лично это было настолько правда, что это до смешного. А ведь если вы помните во всех сказках русских, да, вот царевна лягушка, она ему говорила, ложись спать. Ложись спать, утро вечера мудренее. Ложись спать, утро вечера мудренее. И действительно что-то происходило. А так как если все сказки это иносказательная психология, то есть если мы будем рассматривать сказки как психологические объяснения, то действительно подсознание дает информацию. Для меня это было просто до смешного. Я даже не понимала, каким образом. Очень часто бывало такие, вот вы идете с каким-то, вы спорите с чем-то, например, или решаете какой-то вопрос, и вас, и меня, например, было такие, например, меня уговаривают, нет, вот нужно сделать так. Я говорю, ладно, хорошо, делаем так. Утром просыпаюсь вообще не думая об этом совершенно. То есть вообще не зацикливаясь, не думая, не видя никакого сна, в всяком случае не помня. Я встаю утром и говорю, так, делать будем все наоборот. То есть появилось решение. Решение приходит само собой. А вот племена индейцев, которые сохранили традиции предков, и сегодня используют сны для решения проблем. В основном в этих племенах нет психических заболеваний. Особенно в середине прошлого века привлекло внимание племя Синоев в Малайзии. Они сказали, антропологи и психологи, почему? Потому что нету психических заболеваний. Но мне кажется, это не единственное племя, где нет психических заболеваний, что-то мы не слышали никогда, а что у индейцев, там, депрессии, да, там, типа. Что, они, там, трубку мира курнули, и все нормально. И пошли поспали. И пошли поспали, да, да. А вот чем они, когда антропологи начали изучать это племя, они заметили, что у племени есть такая интересная привычка. Прогнозирование сновидений. То есть вся семья утром собирается и обсуждает сновидения, которые каждый видел. И решает, что делать в следующий раз в следующем сновидении. То есть они решают свои проблемы, то есть как победить врага, как там встретиться с другом, как победить хищника. В сновидении. И они готовятся к жизни во сне. Интересно. Очень интересно. Потому что, если люди помнят о том, что мы говорили о шаманах, о том, что у них нет разделения мира духов и мира жизни. То есть как бы явь, где явь, где сон, мы не знаем. И именно поэтому у них нет разделения. То есть что можно решить во сне, то же самое можно решить наяве, наяву и наяву будет решить это еще легче. То есть они как бы создают, называется, осознанный сон. Но на самом деле это был прогнозированный сон. А вот есть еще такое понятие, как осознанный сон. Наверняка люди многие слышали. Осознанный сон – это когда ты во сне знаешь, что ты спишь, и тем не менее руководишь этим сном. Это очень специфические техники. И осознанное сновидение, само вот такое понятие вел голландский психолог Фридрих Ван Эден еще в 1913 году. И он провел доклад о своих 300, больше 300 осознанных снов. И люди, и многие люди занимаются осознанными соведениями. Сегодня это становится очень популярным. И даже ученые тоже занимаются этим. То есть человек знает, что он спит, видит сон и действует во сне как наяву. Это, конечно, нужна практика. Но в этом тоже есть отрицательное значение. Это может быть опасно. Потому что раньше во всех эзотерических и духовных школах к таким практикам допускались только хорошо подготовленные люди. То есть это люди, которые уже знают себя, знают, что такое пространство вокруг них, и умеют входить в состояние глубокой медитации. А почему все-таки это опасно? Тогда, да, у нас сейчас есть звонок. Давай ответим на звонок и будем... И продолжим. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. А вы знаете, я могу разбудить по расстоянию. Даже Анатолий сейчас может подтвердить, что я разбудил на расстоянии. Вы это? Ну, да, наверное, скорее всего. А как вы это делаете? Месяц назад я вам сказал, что что бы вы ни говорили, вы попадете в черный рост. И после этого ничего не говорилось. Я разбудил совесть на расстоянии. Понимаете себя? Да, это интересно. Это волшебство. Я разбудил совесть на расстоянии. В течение месяца вас никто не трогает. Да, 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 да. Ну, я вам скажу, по-любому я вам за это благодарен. Но это интересный тезис. Человек подумал, что же я делаю. А я взял и разбудил совесть. Прямо на расстоянии. Да. Это вы разбудили у какого-то конкретного человека? Или у всей публики? Да, я не хочу его называть. Ладно, ладно, я поняла. Мне-то Анатолия разговаривает. Нет, да, да, да. Я обязательно расскажу. Я веду в курс дела, поэтому... Да, потому что я немножко не понимаю, о чем вы говорите. Многие люди могут подтвердить, что я разбудил совесть. Да. Ну, это прекрасно. Спасибо. Мой молодец. Спасибо вам огромное. Спасибо. А вот сны, вот эти осознанные сновидения, психологи используют для лечения фобией. Например, отрабатывал... Был такой... Есть такой психолог, Паул Долео. Немецкий психолог. И он специально пошел работать в спортивную команду, у которой было очень большой ревматизм. Они прыгали, прыжки на лыжах, вот когда они трюки делают на лыжах. Да, да. И он с ними во сне стал отрабатывать трюки. Количество травматизма очень уменьшилось. Вы помните, как в «Матрице», когда тренировался Нео? Да. Когда они как бы... Это был не совсем сон, да, но он как бы в «Матрице» тренировался, что он может делать все. Так вот, сон – это и есть вторая составляющая жизни, которую мы просто не видим. Ну, естественно. Если научившись что-то делать во сне, мы можем... То есть это потусторонний мир. Или по этой стороне. Мы не знаем, где... Ну да, мы не знаем, где там, где тут, но, по крайней мере, да. Смотря откуда смотреть. Ну, также, опять же, я еще раз хочу подсказать о том, что вот эти для неподготовленного человека, которым не руководит специалист, вот эти осознанные сновидения опасны. А еще чем опасно, вот просто то, что сегодня открыта вся информация, и каждый человек, вот взяв книжечку, может почитать и начать это делать. Ну, во-первых, мы не знаем, с чем мы сталкиваемся в том мире. Потому что что такое этот мир, мы все равно не знаем. И куда мы попадаем, мы тоже не знаем. Но еще очень опасно это вот чем. Например, человек, и у него колоссальное количество отрицательной энергии. У него есть отрицательные мысли. Можно элементарная мысль убить кого-то, да? Но он не может заниматься этим в настоящей жизни, да? Потому что он боится суда, он боится следствий. Он просто боится, слава богу, боится последствий. И он начинает заниматься этим во сне. Он воплощает это во сне. Воплощает свою вот эти вот жестокость, свои вот эти вещи во сне. Но поняв о том, что мы все едины, и вот это вот пространство едино, и что он делает во сне, и кого он убивает, на самом деле там, или что он делает. То есть он создает еще один мир, который мир негатива. И поэтому вот эти вот люди не допускались раньше. То есть они, поэтому эти знания были скрыты. И сегодня это все возможно, но будем надеяться, что не так легко. То есть то, что это не так легко, это точно. Ну да, они в легком доступе. Ну окей. Управляемые сны, неуправляемые сны. Вопрос тогда такой. Вот как эти сны расшифровывать? То есть есть ли какая-то методика, есть ли какая-то информация о том, как их все-таки расшифровывать? Конечно. Есть очень много, вы знаете, есть колоссальное количество сонников. Но помогают они, как будем говорить, мертвому припарке. В большинстве, да? Почему? Потому что у каждого человека своя психика. У каждого человека. Закон плацебо. Да. Вот о чем это все, эти все сонники. Ну не совсем, не совсем. Человека можно уговорить, во что уговорить, то есть приговорить. Ну можно уговорить, конечно. Но человек, имея пять сонников, начнет там значение какое-то искать. Ну да. И может быть найдет то, что ему... И потеряется. Потеряется. Но в принципе, каким образом человек... Во-первых, каждый человек должен расшифровывать сам свои сны. Вот как занимались этим, например, Юнг, и те, кто занимается, есть такое направление в психологии, называется трансперсональная психология, да? Да. И они расшифровывают сны, относящиеся к каждому конкретному человеку. То есть потому что у каждого человека есть свои ассоциации, что какая-то вещь означает. И это что значит ассоциация? Это что вы... Какое чувство вызывает та или иная вещь, то или иное явление. Но тем не менее, все равно есть какие-то общие, да, какие-то общие. То, что мы все знаем. Например, мы знаем, да, о том, что в среда, со вторника на среду, из четверга на пятницу, сны сбываются, да? После дождичка в четверг на сухую пятницу. Это я знаю. Нет, 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 может быть. Ну, например, я знаю, что женщины знают такие сны, например, если ты, особенно свободные женщины, если ты идешь в магазин и меряешь обувь, это значит будет хорошее новое знакомство. Женщины, например, видят часто или котята в корзинке, или детки каких-нибудь животных. Это к беременности. То есть, когда вы, например, видите какие-то кольцо или цветок, или сладости, или добрая собака, это может быть какие-то начало романтических отношений. То есть, есть какие-то такие общие понятия. Единственное понятие, которое я знаю, если во сне теряешь зубы без крови, это значит, ты просто будешь избавляться от людей, которые тебе не нужны. Не нужны, да, вот это опасно, потому что с кровью, например, это уже говорят, это кровные родственники, но опять же, это не значит, просто потому что это боль, как бы, вообще зубы связаны с родом. То есть, как бы, есть люди, которые отрабатывают карму, они теряют зубы. То есть, когда у вас вообще начинают выпадать зубы и проблемы с зубами, посмотрите, что происходит с вашими родными, родом, с вашей кармой, это очень важный вопрос. Например, к неприятностям может сниться мутная вода, да? Говорят, что когда мутная вода, там это, о тебе говорят, да? Или, например, какие-то черные животные, или какие-то опасные животные, это может к неприятностям. Но очень часто нас, они, сны предупреждают просто об опасностях, то есть, это не значит, что нельзя изменить. Бывают такие сны, которые предупреждают о том, вот как, например, да, говорят, есть такое понятие, сняться умершие родственники. И говорят, типа, к изменению погоды. Ну, это все чушь, конечно, к какому изменению погоды, и причем здесь очень часто родственники снятся, они пытаются что-то сказать, что-то донести, что-то предупредить. Бывают сны, которые повторяющиеся, постоянно сны. К этим снам нужно внимательно отнестись и посмотреть, что они все-таки нам пытаются сказать. Как я уже упомянула, да, видите, они все-таки, к снам нужно относиться по-разному, то есть, смотреть с разных участков, и психика, и физические болезни, и просто хорошее приключение там, или, ну, каждый должен трактовать по-своему, то есть, например, дорога, да, то есть, когда река идет, это хорошая дорога, если бурлит, значит, у вас будет много всяких событий в жизни, то есть, каждый должен смотреть. А вот есть несколько, вот я скажу просто несколько таких вещей, например, что нужно сделать, чтобы плохой сон, чтобы он не сбылся. Я уверена, что многие люди слышали такое, что можно сказать, когда проснулся, куда ночь, туда и сон, да, но я вот не знала, что нужно сделать, нельзя смотреться до этого зеркальца, и посмотреть нужно, когда говоришь это, или в окно, или на подушку свою, то есть, куда ночь, туда и сон. А, например, чтобы запомнить сон, нужно встать на пол и мысленно проговорить опять этот сон, пока что, но самое главное, не трогать голову при этом. То есть, например, у меня, например, бывает часто, я ночью просыпаюсь, я четко помню сон, и думаю, главное не забыть. Если я его не повторила, то я утром его уже помнить не буду. Но очень часто эти сны бывают важные, и проработка вся уже прошла в это время, поэтому, как бы, я понимаю, что все, что я должна была, я уже знаю, если то, что я не знаю, оно отложилось в моем подсознании, и мое подсознание, когда нужно будет, выдаст это. Или это, или досмотрим дальше. Или, да, или мы досмотрим. А, да, бывает такое, что вот ложишься дальше спать, и бывает такой хороший сон, и скажешь, ой, я хочу его досмотреть. На самом деле он продолжает сниться. И самое главное, что начинаешь злиться, если он тебе еще не продолжает. Блин, вот такой сон был хороший, надо было встать, водички попить. Ниночка, если вот какие-то определенные значения снов, и, ну, уже такой совсем банальный вопрос, да, вот что может присниться, или что должно присниться к деньгам, или к деньгам? Вы знаете, такое, деньги идут к деньгам, да? То есть если вам снятся крупные купюры, то к вам придут деньги. Золотые вещи, золотые украшения какие-то могут быть тоже к деньгам. Например, деньги ведь как могут прийти? Через продвижение по службе, подвижение под жизни, да? То есть вот если вы идете в гору, вот вы идете в гору, например, если вы легко идете в гору, то вообще прекрасно. То есть вы будете продвигаться, будет прибыль. То есть вершина горы. То есть вы преодолеваете гору, то есть вы преодолеваете какое-то препятствие, и будет успех. То есть, ну вот, вот такие есть. Я немножко другую трактовку знаю этого сна, то есть к деньгам, поэтому... Я не знаю, как это сказать прилично. Я могу это сказать очень прилично. Когда начинаешь купаться в дерьме, и чем больше его, и чем оно глубже, тем, вот так говорят... Вы знаете, есть разные понятия. Вот это что для вас означает? Потому что... То есть для меня, например, это не означает. То есть дерьмо – это дерьмо, I'm sorry. Ну да. То есть как бы для кого-то, да, есть что, да, вот ты купаешься в дерьме, и это действительно к деньгам. А для кого-то, например, для меня это... Ну вот я недавно видела похожий, я там не купалась, слава богу, господи. Ну как бы, ну я это видела и убирала. То есть как бы я подумала, что для меня это не было от того, что я получу деньги. Нет, убирать нельзя. Убирать, вот ты понимаешь? А, ну окей. Ну мне нужно, у меня была совсем другая, как бы мне нужно было то, что это убрать, поэтому я знала, что у меня это будет. Я понял. То есть как бы опять же, тоже дерьмо не будет сниться не всегда к деньгам. То есть зависит от жизненной ситуации этого человека на конкретном участке его жизни. Да, 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 наверное, сто процентов. Ой, вот есть такое понятие, что сон это как бы маленькая смерть. Это так ли это? Или мы тут немножко переступаем черту? Нет, есть такое учение Востока. На Востоке есть учение у иллюзорности нашего мира. То есть оно говорит о том, что вся наша жизнь – это иллюзия. И что мы спим, правильно? Вы помните фильм «Матрица»? Да. Что мы все спали. И я вам хочу на этот вопрос ответить такой фразой Лао-Дзи. Был такой великий философ, да, Востока. Да, да, да. Который сказал один раз так. «Прошлой ночью мне приснилось, что я бабочка. И теперь я не знаю, то ли я человек, которому приснилось, что я бабочка, то ли я бабочка, которому приснилось, что я человек». Которому приснилось бабочка. Нет. То ли я бабочка, которому приснилось, что я человек. Да, да, да. То есть на Востоке считается, что сон – это не маленькая смерть, что это наша вторая жизнь. Потому что мы просто, это разные миры, это разные реальности. И во сне мы просто попадаем в другую реальность. То есть вот именно они думают, что бодрствование это сон, а сон это смена состояния. Я на самом деле считаю, что сон это настолько неизученная вещь, просто во время сна мы получаем очень важные, у нас мало времени осталось, поэтому я быстро возьму, скомкую немножко, но скажу очень важные вещи о том, что во сне мы получаем очень важную информацию. Очень часто эта информация идет, мы не знаем откуда. Это может быть информация из нашего подсознания, но это также может быть информация, идущая от высших сил, от наших ангелов, от наших учителей. То есть считается, что человек должен лечь спать, но в принципе мы должны следовать часам солнца, то есть когда становится темно, мы должны ложиться спать, когда светло, вставать. Это тяжело делать, но тем не менее считается, что в 10 часов человек должен лечь спать, и в 11 уже должен спать. Почему? Потому что высшие силы в это время посылают нам уроки. Информацию. Информацию, то есть каждый сон, каждый маленький сон, это маленький урок, и если даже мы его не помним, оно откладывается в нашем подсознании, и тогда, когда нужно, оно всплывет. Это информация энергетическая. И вот если мы говорили про нейроны, нужно не забывать о том, что нейроны, и вся химия тела, и физика тела, это всё-таки физика. Это наша физическая составляющая. Но почему я сказала, что первая часть будет именно про физическую вещь, а вот вторая часть, нужно просто понять о том, что у нас есть душа, и душа, вот она безгранична. То есть мы все одна душа в принципе, но когда мы не спим, мы ограничиваем своё пространство своим телом. Ну и может быть немножко там мы понимаем, что где-то у нас есть аура, и вот это конец меня, а вот это конец тебя. Но когда мы спим, то все эти границы расплываются. Именно поэтому, кстати, есть такие люди, которые путешествуют во снах и видят, что происходит с другим человеком, передают, вот как наш радиослушатель сказал, да? То есть они передвигаются в пространстве. Передвигаются в пространстве. Вроде бы мы связаны таким серебряным, серебряной нитью через пуповину, и наша душа не может отлетать. А я не думаю, что мы это делаем каждую ночь. Не знаю, это очень интересно. Считается, что вот, знаешь, бывает, вот ты усыпаешь, и вдруг раз так что-то дёрнется, как нога дёрнулась. Да, да, да. Вот считается, что это именно момент выхода из тела. И если ты в этот момент продолжаешь быть расслабленным и продолжаешь спать, и осознанно в этот момент, я продолжаю спать и сплю, то ты можешь действительно видеть свой выход из тела. То есть душа отлетает от тела, идёт изучать миры, путешествует. Опять же, это опасно, потому что иногда бывает во сне интереснее, чем в настоящей жизни. Есть люди, которые просто пытаются побежать домой, побыстрее лечь спать, потому что их перестаёт. То есть это как наркомания без наркотиков. Вот, 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 да. Потому что эта привязанность очень сильная. То есть если мне во сне интересней, то я буду, перестану жить в реальности, а мы пришли в эту жизнь жить реально, переживать наши эмоции и чувства здесь. Но, тем не менее, сон может помочь. Чем помочь? Например, если у вас есть какая-то проблема, которую вы не можете решить, самое лучшее, как говорится, отпустить. То есть, в принципе, вы можете лечь спать и попросить ваших учителей или ангелов, или дать вам ответ на вопрос, или решить эту проблему. И эта проблема решается сама. Вот что такое бессонница? Бессонница – это когда люди зацикливаются на определённой проблеме, или вообще на состоянии жизненном, и не могут это отпустить. Это остановка роста. То есть ты духовно не растёшь. Поэтому очень важно отпускать. И тогда проблемы решаются сами по себе. Во сне мы решаем свои жизненные проблемы. И когда мы вот это поймём, будет намного легче. Все действия, которые закладываются во сне, решаются в жизни. Так что они уже могут не возникнуть вообще, потому что высшие силы питаются энергией. Энергия возникает при эмоциях. И вот если мы эти эмоции пережили во сне, то эта ситуация может уже и не вернуться. И не вернуться. Не вернуться. Да. То есть если вы хотите проработать свои страхи, то лягте спать с мыслью, что я вот сегодня побежу, буду бороться с этим зверем, и мне будет совершенно не страшно. Я выйду победителем. Я выйду победителем. Абсолютно. Вы проработаете эти страхи прямо во сне. То есть сон – это очень важно. И то есть вы с помощью сна можете влиять на это. Я знаю, что я не хочу, чтобы ты торопилась, потому что я знаю, что, во-первых, ты готовилась, и там ещё очень много информации, которую ты бы хотела донести. Я просто вижу это. Да, но я не хочу просто на следующий урок, на следующий, вернее, переносить на следующую передачу, поэтому я просто скажу самое главное, и всё. Поэтому да, мы уже заканчиваем, у нас ещё минутка осталась. У нас минутки нет, у нас есть ровно 20 секунд. 20 секунд. Будьте счастливы, любите друг друга. Вот. Вот и всё. И номер телефона – Нины Бастер. А мой телефон – 224-688-0155. Спасибо огромное. Всего хорошего. Всего хорошего. Увидимся обязательно в следующий раз. Да.